Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот так же здесь легла? Гибель маленькой девочки, узника немецких застенков, эпизод Великой Отечественной войны, созвучен памятной дате. 11 апреля весь мир отмечал день освобождения узников фашистских концлагерей. 73 года назад заключенные Бухенвальда организовали восстание, «Выход свет» – книги председателя Воскресенской организации, бывших несовершеннолетних узников концлагерей Валентины Тарасовны Корешевой. Это крик о том, чтобы помнили о горьком прошлом. Мы здесь и пишем, посвящается внукам и детям эта книга, потому что, конечно, мы-то вот уже уходим, у нас остается все меньше и меньше с каждым годом. И, естественно, наше поколение, наши должны знать, пусть небольшие какие-то память останется, но все-таки дети должны вот это вот уже знать. 9 лет назад Валентина Тарасовна создала организацию бывших несовершеннолетних узников концлагерей. В 2011 году в Навлянском микрорайоне Воскресенска установили памятник из черного гранита тем, кто побывал в фашистских застенках. Все это время Валентина Корешева собирала воспоминания. Работа шла тяжело. Некоторые узники не могли вспоминать ужасы, что выпали на их долю, но потом соглашались. Поэтому книга называется «Помнить больно, забыть нельзя». Это каждый раз след остаётся на сердце. Самой Валентин Тарасовне было два года, когда началась война. Бывшая малолетняя узница концлагеря не помнит ни одного дня плена. Обо всех подробностях пребывания в лоно врага ей рассказала сестра, с которой с ней разлучила война. Трагедия её детства вошла в книгу. Остальные воспоминания узников, написанные от руки, перенесла в электронный формат внучка Валентины Корешевой Анны Ульянова. Некоторые воспоминания трогали прямо до глубины души. То есть люди уже сейчас с глубины своего опыта, с высоты опыта, пишут то, что они пережили в детстве. И там страшные вещи, там ужасы войны. Не дай бог, конечно, чтобы это повторилось. То есть это очень задевает, это прямо вот не передать словами. Финансовую помощь в здании книги оказали предприятия района. Депутат Мособлдумы Алексей Мазуров. Сборник воспоминаний вышел в свет воскресенской типографии. Для почетного гостя Леонида Фельмана книга – это не просто подарок. В ней воспоминания его мамы. Наша мама, три года, будучи узником фашистских лагерей, все то, что творили немецкие фашисты, знала непонаслышно. На презентации книги выступили родственники узников, почетные гости. Они благодарили Валентину Тарасовну за труд. Валентин Тарасов, спасибо вам за тот труд, который вы сделали, за создание вашей организации. Да, знаю, что как это все тоже начиналось. Спасибо вам, вам здоровья на долгие-долгие годы. В ноябре прошлого года увидел свет книга воспоминаний блокадников Ленинграда «Наша вечная память и боль». Новый труд «Помнить больно, забыть нельзя» – еще один вклад в сохранение истории. Горькую и порой шокирующую правду из уст 26 очевидцев Великой Отечественной войны сможет прочесть любой желающий. Книга займет достойное место в библиотеках нашего района. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.